привет друзья смотрите какая красота туман и морозище сейчас пойдем глянем что там на термометре показывает буль сейчас 7 утра где-то на улице гляну точно не не 7 утра уже 7 47 это я все выдра встала ползала лазила зарядку делала уже 7 47 оказывается да вообще на моем термометре знаете сколько показывает минус 8 да ну нафиг не может быть минус 8 вот это да как это а как это описали минус 1 нет термометра у меня явно неправильные вода даже не замерзла но все белое видите какое все белое 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 там встает солнышко наверно днем будет хорошая погода пока что нет ветра тишина пойдем посмотрим сколько в теплице интересно на термометре там термометр более правильный пойдем глянем что там теплица то замерзла вся посмотрите да точно посмотрите в теплице тоже минус минус 7 где-то минус 7 минус 6 то на улице минус 8 стопуда вот это да ничего себе ничего себе мороз неожиданно а что говорят про гортензии что минус 5 а я даже еще не собиралась укрывать вот это да кстати земля земля мерзлая вода просто не замерзла знаете почему потому что во первых она в бочке высоко во вторых бочка полная наверное поэтому она не замерзла вода в бочке пойдем посмотрим что там своими гортензиями смотрите на розочку она еще как хотелось цвести смотрите какая красивая замерзли бутончики замерзлые вот это красавица посмотрите он какие бутоны большие обалдеть тоже хотела еще зацвести вот это да стоит моя гортензия вроде еще и в листьях но мерзлая 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 так что непонятно что будет не исключено что все кирдык можно и не укрывать наверное точно не знаю вот тебе и пишут минус 1 а на самом деле минус 8 трава вообще мерзлая мерзлая но раз земля мерзлая на грядке на высокую то понятно что это не минус 1 земля при минус 1 вообще даже и близко не замерзается самое интересное что мои тыквы тоже на улице надеюсь тыквы уже промерзла надеюсь это вообще не прикрытая сейчас солнышко выйдет я их открою они обсохнут и заберу домой о кошмар вот это кошмар так кошмар уже не верится кажется что прямо ну прям зима зима ну посмотрите зима зима вот это мороз мороз так мороз люда-то походу укрыл свою вода фортедия молодец у нее походу все укрыто все укрыто все завязано ну ладно что уже будет то будет капуста только не боится смотрите капуста ничего не боится розочки роза какая огромная видите какая красивая листья пример вот сейчас хорошо закапывать сейчас земля отойдет реально я мерзла смотрите на этого чудика сейчас подняла голову пока исходила за телефоном а так прямо голову положила на телефон домашний и спит себе там спокойненько понравилось ей солнышко греет через окошко красота сколько у нас там на термометре 22 уже нагрела солнцем а так утром было 20 гляньте солнце греет через окно получается что с утра был морозище а я тут сегодня что топчусь топчусь наверно надо пойти на улице по обрезать какие-нибудь кветки вырывать мороз уже попустил или окна помыть не знаю хожу в раздумье короче пока окна что же говорят надо быть солнечную погоду тогда лучше просыхают и не будут запотевать вроде бы так говорят не решила все-таки пойти на улицу оделась тепленько пока позволяет здоровье так сейчас эту гортензию прорезу оставлю более мощные ветки которые там более вызрели вообще такой гущаре надо было раньше их проведите но сейчас попытаюсь это сделать сейчас и выру здесь уже табак выру все лишнее начну как говорится с этого угла а там видно будет насколько мне хватит сил потусуюсь на улице ну вот смотрите что-то уже вырисовывается более-менее всю травку вырвала все эти точки отмерзшие вырвала смотрите оставила столько веточек листики нежнее обрезала оставила только на верхушечке сейчас это с присыплю корни землей из пакета она рыхлая пушистая будет только чисто греть я сначала полью наверно а потом обсыплю вот эту свою метельчатую фортензию тоже вот так обрезала что и нам тоже здесь не особо нравится надо наверное я будет пересадить весной надо было сейчас пересадить запозднилось вообще хотел вам показать что смотрите уже тимьян мы там чабрец как его называют затевел второй раз видите обалдеть погода была до начал цвести опять и такой запах у него тут только пошевелила чуть-чуть обалденный запах так смотрите полила свои гортензии водичкой было кислое молоко у меня разбавила с водой не полила свою гортензию эту полила эту полила и там которых палисанники сейчас покажу тоже обрезала оставила несколько веточек и тоже полила я думаю ничего она тут у них не отмерзла вот листики были такие но не думаю я что это повлияло как-то на почки потому что даже листья не отвалились мне пришлось листья обрезать видите на это я оставила тоже 5 веточек потом еще по весне можно верхушки обрезать составить поскольку это почек потом же штамм вот этих почек отрастает веточка на которой будет цветочки поэтому можно будет весна еще обрезать верхушечки и будет красота я думаю что они не отмерзли все хорошо сейчас главное укрыть но не знаю я наверное не буду еще укрывать это еще не тот мороз потом рано укроешь наоборот эти почки может выпрыгать непонятно поэтому лучше лучше не добдить чем перебдить как говорят посмотрите уже новый мак вылез видите надо старые убрать сухие а и он уже на следующий год который будет конечно он был лучше бы было бы наверно чтоб он весной вылез хотя он каждый год по моему вылезает вот так вот как-то поздней осени если я чего-то не путаю так ну что думаю на сегодня хватит уже и солнышко пропало посмотрите какая нашла черная туча хватит на один день наверное так вот здесь все дочистила до конца вырвала так вот здесь вот вырвала цене и вырвала бархатцы эхинации осталось здесь можно перекопать потому что здесь аж тюльпаны все отсюда убрала брать бархатцы можно перекопать эту грядку так вот эту вычистила ее тоже можно перекопать спокойненько когда будут силушки у меня и воде еще быть вычистила кроме там остались он папоротники о я так не люблю их вырезать папоротники и ирис этот остался и этот ирис и наверно вообще выкину вот это не цветет и вообще ирисы мне что-то нравится не хочу никаких ирисов здесь порыхлила порыхлила тяпочкой чуть-чуть потому что копать здесь не буду здесь у меня икроп и крокусы и тюльпаны и все 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 растет поэтому вот еще соблютил это вот отсюда выкопаю беру а то они заполонили слишком много я вот так вот сажала свой рядок а их он уже туда поперла мне это не надо никак смотрите посыпала землей вот такой хорошенькой сухенькой корни чтоб корням было тепло и у этой посыпала и там палисадники своей маленькой посыпала так что как-то так а пойду на еще пионы быстренько вырежу и уже точно на сегодня все будет вот еще пионы вырезала и флоксы здесь тоже вырезал и петунии вырвала надо еще прополоть и тут тоже можно перекопать у меня здесь уже ничего не сидит я все отсюда убрала еще вырвать агератом останется ирисы обрезать в конце края нету 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 конца и края это хризантем пока трогать не буду там снизу начинают вылезать по чуть-чуть потом они еще больше когда подсохнут можно обломать и эти прикрыть если морозно сильно будет но они больше боятся выпривания чем мороза вот так здесь уже более-менее порядочек как-то так все пойду до дома надоело самый морозостойкий оказался алису цветет цветет и пахнет прямо омолодился тут прямо зелененький нету ни сухого никакого тут-то уже такой даже кусты огромные но все равно еще кое-где очень даже цветет хорошо пришла домой еще тут пошпуршила по обрезала отсевшие цветочки посмотрите на эту белую красавицу вы видите что делается с ранней весны она цветет и цветет и цветет постоянно просто и меньше всех скидывает листья остальные мои уже листья поскидывали почти все а это вся еще в листьях и вся в цветах еще и бутонах вы видите что делается это вообще самая-самая плодовитая пеларгония не знаю в чем прикол но никак еще не могу ее обрезать потому что она вся в цветах радует и радует меня вот это что я забрала с улицы помните который мне нравится он опять давай один бутончик он небольшой но расцветет видите какие хорошенькие листики темненькие такие зелененькие думаю что я здесь понравилось так что у меня будет запасная такая красавица цикламен какой-то мой задохлый посмотрите какие-то были кривые листья взяла их обрезала меня уже псих взял может надо достать эту луковицу будет посмотреть что там да как разобраться может он уже там начал загнивать луковица но я не переливаю никогда его всегда поливаю когда сухой и не сильно много и луковицу на саму луковицу не лью короче вроде бы все делаю как надо но не знаю почему он перестал цвести много и красиво и листьев мало у него ну может еще вылезут ладно подожду еще здесь немного пошебуршила обрезала свой спацифилум остались 4 цветочка но этот тоже уже на подходе отцветания а вот эти три еще такие пахучие пахучие вкусненькие вот смотрите кротон мой растет и растет и растет и он как-то стал немножко цвет листиков красивый у него так были какие-то зеленые зеленые все время нижние сбрасывал а то что-то перестал сбрасывать я думала ему тяжко тянуть на себе две детки эти но наоборот как-то тут оживился не знаю даже мне уже жалко его обрезать пускай будет такое дерево может эти два до него дорастут и будет красота не могу понять как мне быть в этой ситуации и своему декабристу освободила место все вазоны отсюда убрала и оставила его одного чтобы он здесь красотой полностью раскрылся конечно хорошо было бы себе у него тоже была такая подставка как у большого но нету ему тут конечно тесновато лучше бы его на кухню на подоконник там больше подоконник а может на такое же окно поставить на кухню его не знаю там теплее короче подумаю надо почитать нравится ли ему когда представляют с места на место или не нравится есть цветы которые не нравятся где стоит там и любит все время здесь он видите как хорошо вырос так быстро из маленького череночка за два года ведь такой огромный и вот какие бутонищи уже у него шикарные кстати мне опять пришла сегодня эсэмэска что завтра не выйдет целый день света какой-то дурдом то присылают смс-ку есть свет то чуть на чуть-чуть отключат есть свет опять завтра на целый день с 9 до 16 30 вообще какой-то кошмар ничего толком не запланируешь так что как-то так сегодня уже на на никуда не пойду бы сильно устала все друзья вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока